Здравствуйте, это суд людской умовы. Мы комментируем судебный процесс по убийству 39 человек во время Евромайдана. Последние судебные заседания прошли 8 и 9 октября. Мы думаем, что вам было сложно выделить 5,5 часов для просмотра всего видео. Поэтому представляем три основных момента, которые были на заседаниях 8 и 9 октября. Первое. Присутствовал запасной судья. Первое. Запасной судья позволяет продолжить слушание с того момента, когда оно закончилось, если вдруг один из судей заболел, выбыл, у него закончились полномочия или случилось еще какое-нибудь несчастье. Чем это хорошо? Это хорошо тем, что позволяет избежать задержки, бюрократии и прочих вещей, которые зачастую сопровождают украинское правосудие. Второй момент. У украинских конвойных наконец-то в рядах появились женщины. Мы впервые увидели женщину в рядах конвойных, она стояла рядом с обвиняемыми. Третье. Был изменен порядок исследования доказательств. Что это означает? Раньше сначала допрашивали потерпевшего, а потом смотрели материалы дела. Материалы дела это что? Это фото, это видео, это экспертиза, это протоколы допроса и очень много чего другого. Теперь будут сначала допрашивать потерпевшего и в процессе того, как его допрашивают, смотреть те фото и видеоматериалы, которые он предоставляет. Чтобы каждая из сторон могла подготовиться, ее обязал суд предоставлять такие материалы заранее. Но вопрос в том, что не определил количество дней, а определил лишь в разумный срок. Разумный срок это тот термин, который присутствует на сегодняшний момент в большинстве законодательных актов. И абсолютно не ведет к тому, что стороны что-либо делают на протяжении действительно одного-двух дней. На этом заседании впервые смотрели видео, которое не попало в материалы дела. Такое видео предоставил потерпевший Бондарчук. Собственно, в связи с этим и возник вопрос изменения порядка исследования доказательств. Кстати, тут редкий момент, когда прокуратура говорила действительно лучше адвокатов, лучше стороны защиты. Более аргументированно, уверенно и ее понимал суд. Это редкость, но тем не менее стоит это констатировать. На этих заседаниях, несмотря на то, что именно здесь впервые были продемонстрированы видео и фотографии, которые не вошли в материалы дела, не присутствовали журналисты. Зато были мы. Мы комментируем данный суд благодаря тому, что государственная судебная администрация организовала такую трансляцию.